Как найти достойного мужчину? Как выйти замуж? Где встретить достойного мужчину? Как найти того самого? Женщина же должна быть в отношении, должна же быть семья. Это поэтому я хочу мужчину? Потому что влюбленность и так далее. Но когда эмоции оседают, нет, я не ищу мужчину. А что вначале он был таким вот супергероем, а тут уже все, он как бы огонь внутри погас. Такое ощущение, что все мужчины вымерли, или, как говорят многие женщины, достойных мужчин сейчас мало, их почти нет. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт по отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. По идее, прямо сейчас я должен рассказывать, рассказывать, куда же нужно ходить, где искать. Такое ощущение, что все мужчины вымерли, или, как говорят многие женщины, достойных мужчин сейчас мало, их почти нет. Знаете, у меня такое ощущение, что вам нужно много, что каждый из вас нужно по 10, по 20, по 100 мужчин. Так мне кажется, что одного вам недостаточно. Но прямо сейчас я хочу поделиться своим видением, исходя из уже тысяч учениц, десятков тысяч учениц, которые прошли, например, путь женщины. Уже, наверное, было сотни разборов в инстаграм, в прямом эфире, который я проводил. И что я заметил, какую закономерность я могу утвердить, в которой я могу быть на 100% уверенным. Что те женщины, которые задают вопрос, Ярослав, как выйти замуж, где встретить достойного мужчину, где, как найти, как найти того самого, это плохая цель. Те женщины, у которых цель жизни, смысл всей жизни, такая бешеная идея, что сейчас нужно искать мужчину, искать мужа. Может быть, потому что там ребенок от прошлого брака, ему нужен отец. Или может быть, потому что ей одиноко. Но она так не мыслит. Она думает, что, ну как, ну женщина же должна быть в отношениях, должна же быть семья. Это поэтому я хочу мужчину? Это поэтому я сейчас ищу мужчину? Нет, в большинстве случаев, когда вот такая горячая цель найти мужчину, это говорит о том, что женщина хочет восполнить пробел внутри, какую-то недостаточность. То есть ей плохо, у нее нет смысла жизни, ей грустно, скучно, одиноко, плохо. Ей интуитивно кажется, сейчас я встречу того самого мужчину, и что-то в моей жизни произойдет. И произойдет какой-то взрыв, в хорошем смысле слова, пик эмоций, и моя жизнь пойдет в какую-то лучшую сторону. Я убежден, что достойная женщина, у нее не может быть на первом месте цель найти достойного мужчину. У достойной женщины первая цель – это я. То есть она задает какой себе вопрос? Нигде найти, никак найти мужчину. Она задает себе вопрос, как стать той женщиной? Как стать той женщиной, у которой в жизни есть это, это, это? Которая в жизни получает это, это, это? Которая себя чувствует вот так, вот так, вот так? у которой в жизни вот этого, этого, такого нет. То есть она как бы описывает себе внутри, формулирует, формирует какую-то идеальную картинку жизни, идеальный сценарий. И следующий вопрос, как мне прийти, как мне стать той женщиной, которая все это получает, которая соответствует этой идеальной картинке. Понимаете, да? И она фокусируется на себе, а не на мужчинах. А та женщина, которая фокусируется на поиске мужчин, обычно, или притягивает недостойных мужчин, или обычно, ну, она не понимает почему, но эти мужчины бегут. Или сразу же бегут от нее, или на какой-то стадии. Я согласен, что можно иногда поприкалываться. Там, не знаю, на какой-то период себе поставить, так, неделю, две, три, ну, максимум четыре недели, я бегаю по свиданиям, например, да, я там активно знакомлюсь, например, на сайтах знакомств, и хожу по свиданиям. Вот хочется мне устроить такой себе марафон интенсив. В этом плане я согласен. Если ты осознанно понимаешь, что мне интересно, я посмотрю, как это происходит, я себя поисследую в этом, да, я там поэкспериментирую с уровнем мужчин, я много пообщаюсь с мужчинами. То есть в этом плане, когда ты себе ставишь ограниченный срок, да, это норм, как, знаешь, какой-то такой рывок. Но когда это весь смысл жизни и убеждение, что там мое счастье, это ни к чему хорошему не приводит. Более того, то же самое могу сказать о мужчинах. Те мужчины, у которых цель жизни номер один – найти женщину, найти любовь. Знаете, по моим наблюдениям, обычно это мужчины-бездельники. Это те мужчины, у которых ему скучно, ему одиноко как-то, скучно, он чувствует какую-то бессмысленность. На работе с девяти до шести он пришел, отсидел, ему там неинтересно, ему там неинтересно развиваться, у него нет каких-то собственных, амбициозных, интересных целей. И он думает, а где же, чем же увлечься? И я либо увлекусь танчиками, либо увлекусь компьютерными играми, либо, не знаю, какими-нибудь тусовками, либо увлекусь поиском женщины. Значит ли это, что нет достойных мужчин, которые ищут отношения? Нет, это так не значит. Значит ли это, что все мужчины, которые сейчас ищут женщину или семью, они все недостойны? Нет, это не значит. Это не константа. Но в большинстве случаев, в большинстве из них, я могу точно сказать, что с ними что-то, ну, они тоже пытаются свою какую-то бессмысленность, недостаточность закрыть через встречу любви. И да, вначале им прикольно, потому что влюбленность и так далее. Но когда эмоции оседают, потом женщины приходят и говорят, Ярослав, а что он охладел? А что он там остыл? А что вначале он был таким вот супергероем? А тут уже все, он как бы, огонь внутри погас. Одна из причин, потому что он искал этот, вот этот, ему было скучно, то есть ему было плохо, и он искал этот взрыв эмоций, чтобы как получить некий допинг. Отвечая на вопрос, как найти мужчину, избавиться от цели, искать мужчину, это не значит, что нужно спрятаться под одеяло, в пещере переселиться, чтобы люди тебя не видели, или когда мужчина с тобой знакомится, он говорит, Нет, я не ищу мужчину, да? Или это значит, что нужно, например, удалиться с сайта знакомств, или не ходить на свидание. Я такое не говорю. Я говорю, что если по-честному у тебя сейчас это цель номер один и навязчивая идея, с которой ты уже живешь долгий период времени, скорее всего, это ни к чему хорошему не приведет. Из опыта, я говорю, уже десятков тысяч выпускниц. Но в любом случае, если в твоем случае это работает, и ты получаешь от этого счастье, и ты понимаешь, что все круто, не слушай меня, делай, как тебе нравится. Если для тебя важно разобраться пошагово, четко и конкретно, как же стать той женщиной, которая в жизни получает то, чего она на самом деле достойна, что нужно делать, что не нужно делать, по какому пути есть смысл развиваться, как же строить по-настоящему счастливые отношения, в первую очередь с собой и также с мужчинами, тогда прямо сейчас кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы будем разбирать эти и другие темы на протяжении нескольких вечеров. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока!